Апнеа Клаб Горький представляет Друзья, всем привет! Мы на канале Апнеа Горький. Меня зовут Александр Быков. И сегодня у нас на канале подборка самых интересных книг о фридайинге. Еще буквально 10 лет назад о фридайинге не было практически никакой литературы. Популярность фридайинга растет. С каждым годом выходят новые книги о фридайинге. Эти книги разные, какие-то научные, какие-то методические, типа как тренироваться, как продуваться, как нырять вообще. И также выходят и обычные художественные книги для широкого круга читателей, которые, может быть, вскользь затрагивают какие-то аспекты фридайинга, но не являются учебником. И сейчас, в 2024 году, на русском языке есть вот такое количество книг о фридайинге. И сейчас я сделаю небольшой обзор. Продвижимся по всем основным книгам, в которых речь идет о фридайинге. Итак, поехали. Итак, первая книга о фридайинге от Натальи Молчановой. Эту книгу, безусловно, можно назвать настольной книгой каждого фридайинга. И многие-многие фридайверы начали свой путь во фридайинге именно с этой книги. Раньше она была в мягком переплете, сейчас ее выпускают в твердом. Эту книгу написала Наталья Вадимовна Молчанова, которая, можно сказать, была основоположником фридайинга в России, спортивного фридайинга уж точно. И с ее достижений, с ее побед фридайинг в России начал развиваться все более и более быстрыми темпами. Итак, книга, на самом деле, как бы небольшая, она представляет собой, скорее, учебник, методическую литературу, но которая написана достаточно простым, понятным языком и с определенным юмором, который был присущ Наталье Вадимовне Молчановой. Также в этой книге, помимо методической литературы, представлены стихи Натальи Вадимовны Молчановой, которые она написала, вдохновленная фридайингом, вдохновленная своими нырками и нырками своих учеников. И сейчас я зачитаю одно из стихотворений, которое здесь написано. Мы постигаем глубину, пускай в странстве морское, и обретаем пустоту в уединении с собою, освобождающая сила, без времени неся печаль, в воде, что в таинстве застыла, перетекает тихо вдаль. Соединяемся в молчании с потоком чутким в синеве и проникаемся в познание духовной сущности в себе. Вот такое стихотворение, такая книжка. Если решили заняться фридайингом, обязательно ее приобретите. Сейчас ее даже можно купить. Не все книги из нашего списка будут доступны сейчас к покупке, но эту книгу купить можно. Вторая книга о фридайинге. Наверное, самая старая книга о фридайинге в нашем списке, и может быть и не только в нашем списке, а вообще. Автор книги Жак Майор, и книга называется «Человек-дельфин». Автор этой книги, Жак Майор, известный пионер фридайинга. Он является первым человеком, который официально изрегистрирован нырнул на глубину 100 метров, без использования какого-либо оборудования. То есть он совершил нырок на 100 метров на задержке дыхания. Также по мотивам его соревнований с Майоркой снят легендарный фильм о фридайинге «Глубая бездна». И в 1986 году Жак Майор написал книгу. Она не вполне как бы о фридайинге, а вообще о нем, о мире, о море, о проблемах, может быть, даже человечества. И все это наполнено глубокой любовью к природе, к морю, к подводному миру. Также в этой книге речь идет о проблемах Мирового океана и о взаимодействии современного человека с живым подводным миром. Книга, которая находится у меня в руках, была издана в 1987 году. Не знаю, вряд ли она сейчас выпускается. Но в любом случае, при каком-то энтузиазме и заинтересованности, даже сейчас эту книгу можно найти где-нибудь на Авито или еще, может быть, и в библиотеках. Я считаю, что тоже фридайеры должны эту книгу у себя в библиотеке иметь, потому что она дает определенное мировоззрение, очень правильное для фридайинга. Всем рекомендую. Найдите и почитайте. В электронном виде точно она есть, если не найдете в печатном. Я, например, люблю книжки в печатном виде и всегда коллекционирую настоящие книжки о фридайинге. Книга номер три о фридайинге в моем, может быть, рейтинге. Это уже книга о спортивном фридайинге, о том, как добиться определенных результатов при нырянии на задержке дыхания в глубину. Эту книгу написал Федерико Манна, итальянский фридайвер. Он является рекордсменом Италии. Не буду перечислять все его регалии. На мой взгляд, очень круто, что этот человек, помимо спорта, также написал книгу и передал опыт всем ныряльщикам в разных частях мира. Эта книга достаточно толстая. В ней речь идет о компенсации давления во фридайинге. Проще говоря, о продувке, в первую очередь. Она снабжена большим количеством различных упражнений. Например, здесь речь идет о растяжке, также о различных упражнениях по продувке на суше, для того, чтобы мы могли с вами нырять глубоко. Содержание, короче говоря, впечатляет. Очень-очень разные темы здесь рассмотрены. Всего здесь около 200 страниц. И является, по сути, учебником по глубинному фридайингу. Здесь очень хорошо рассмотрена продувка Френзеля. И, в общем, если хотите поразбираться в этой теме, почитать какую-то методическую литературу о нырянии в глубину, обязательно эту книгу найдите, приобретите и прочитайте. Еще одна книга этого же автора, но гораздо, конечно, тоньше, проще, это «Техника дыхания вопноя». Здесь речь идет о развитии гибкости, подвижности грудной клетки, об увеличении жизненной емкости легких, о том, какие упражнения делать для того, чтобы объем вдоха увеличился. И также представлены различные упражнения по технике дыхания, которые позволяют нам подготовиться к нырку, расслабиться, увеличить подвижность диафрагмы, ну и так далее. Вот. Эту книгу точно можно купить, она продается в России, правда, стоит достаточно дорого для такого объема книги. Ну, не суть. Короче говоря, ее можно купить, и она, и вот компенсация вопноя точно есть в электронном виде, ну, бесплатно, где-то можно скачать, если не хотите покупать бумажную версию книги. Книга номер пять, которую написала наша соотечественница Ирина Зеленкова. Ирина Зеленкова – это мастер-инструктор, фридайвер, судья по фридайвингу. И в данный момент Ирина является врачом спортивной медицины, и в данный момент фокус ее внимания, ее деятельность связаны со спортивными достижениями других спортсменов. Вот. Не во фридайвинге, в различных видах спорта. Если будет интересно познакомиться с Ириной просто ближе, то можете загуглить, все узнать. И круто, что Ирина тоже, ну, помимо своей деятельности, да, нашла время, вот, и написала две книги о фридайвинге. И первая книга получилась не очень объемной, да, но все равно интересной. Называется книга «Разучиться дышать». Вот. В этой книге речь идет о, ну, вообще фридайвинге, что это такое, какие есть дисциплины, как правильно нырять, как правильно тренироваться. Кратко обо всех аспектах спортивного фридайвинга. Книга продается, доступна к покупке, поэтому, если интересна тема фридайвинга, можете ее приобрести. И следующая книга, уже прямо книга-книга, автор тоже Ирина Зеленкова, вот, но в отличие от предыдущей книги, которая является, ну, может быть, в какой-то степени, да, там, таким небольшим учебником о фридайвинге, в этой книге собраны истории различных фридайверов мирового уровня, не только российских спортсменов, но вообще спортсменов со всего мира. Здесь собраны, в общем, их истории. Очень интересная книга. Здесь, в этой книге, нет никаких советов, никаких рекомендаций, как заниматься, как тренироваться, вот, но переданы мироощущения, просто впечатления разных людей о фридайвинге. И это очень-очень интересно, всем рекомендую, классная книга, реально, ну, собраны мысли очень многих интереснейших людей о фридайвинге. И следующая книга, может быть, неожиданно, да, учебник по подводной охоте от Марка Барди. Марка Барди является чемпионом Италии по подводной охоте, хороший ныряльщик. И, по сути, вот в этой книге, несмотря на то, что она называется учебник по подводной охоте, фридайверы, которые хотят научиться нырять глубоко, тоже могут для себя открыть много полезной информации. Реально, ну, классная книга, реально здесь представлены очень-очень многие аспекты по нырянию к глубину. Вот, безусловно, это не о спортивном, да, фридайвинге, но те, кто просто ныряют на задержке дыхания, погружаются под воду, найдут здесь массу интересной информации. Здесь, ну, буквально обо всем, прям такой титанический труд, книга на 300 страниц, здесь есть и о том, ну, о различных аспектах просто ныряния в глубину, о снаряжении, о страховке, там, о различных, может быть, о возможных травмах, о том, как тренироваться, как, ну, правильно нырять. Ну, короче, вот прям буквально, буквально о каждом шаге, который нас сопровождает под водой. Вот, интереснейшая книга, обязательно обратите на нее внимание. Ну, и большую часть в этой книге занимает описание различных рыб и организмов, которые мы можем встретить под водой, что, по сути, тоже интересно и полезно каждому ныряльщему. Следующая книга о Фридайинге, наверное, в нашем списке она самая свежая. Вот, это книга «Глубина» Джеймса Нестера. И тут все, да, нам говорит о Фридайинге на обложке. Но, по сути, книга, она, как бы вам сказать, это, с одной стороны, и не учебник, с другой стороны, не похоже на художественную какую-то литературу. Это рассказ о том, как человек узнал о Фридайинге случайно, не будучи ни спортсменом, ни пловцом. Вот, в общем, автор книги узнает о Фридайинге и постепенно, постепенно, постепенно начинает изучать его различные аспекты, ездит по разным уголкам мира, чтобы понять, что такое Фридайинг, кто им занимается. Вот, и изучает и Фридайинг, и пытается сам научиться Фридайингу. Вот, и погружается, ну, все глубже и глубже. Интересная книга, есть в ней какие-то, ну, можно сказать, для Фридайера неточности или ляпы, но это никак не мешает ее чтению. Хорошая книжка, правда, стоит почему-то очень дорого, вот, но не суть. Если захотите, она есть сейчас во всех, ну, во многих книжных магазинах, можно сказать, онлайн. Вот, заказывайте, хорошее будет чтиво, просто, да, там, вечером, на ночь прочитать, интересно. Дальше на очереди у нас несколько книг, которые напрямую не связаны со Фридайингом, но я считаю, что каждый Фридайер, который хочет добиться определенных результатов во Фридайинге в бассейне, ну, а потом и в клубине, эти книги ему будут полезны для прочтения. И первая книга – это «Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче». Эта книга, по сути, учебник по плаванию. Современный, не советский, американский, да, подход к плаванию. Очень интересно мне было ее почитать. Очень многие упражнения я из этой книги внес в свои тренировки и просто по плаванию, и по Фридайингу. Очень классно, на самом деле, здесь есть некоторые упражнения, которые я использую на своих инструкторских курсах, когда приходят ребята, которые не ныряли никогда под воду и достаточно так, ну, может, не очень хорошо плавают. Масса упражнений из этой книги я сейчас использую для того, чтобы очень быстро их технику плавания поправить, чтобы акватичность их стала лучше, чтобы плыть они стали, ну, реально легче и быстрее. И, как показывает, да, там, практика, эти упражнения работают. Тоже достаточно внушительная книга. В этой книге 200 страниц. Ну, вот, например, да, там есть прямо, ну, такие тренировочные таблицы, есть иллюстрации, как делать то или иное упражнение. Если тренируетесь в бассейне, мне кажется, что эта книга обязательно вам пригодится и точно будет полезна. Книжка хорошая. Следующая книга, в которой речь вообще не идет о Фридайинге, но которую точно с большим интересом прочитает, мне кажется, каждый Фридайер. И эта книга «Зачем мы плаваем?». Эта книга, в отличие от предыдущей, хотя здесь и речь идет о плавании, не является никаким учебником, а здесь книга о воде и о том, как человек, да, себя чувствует в воде и как благотворно вода влияет на организм каждого человека. Автор книги занимается плаванием и, путешествуя по миру, она встречается с разными людьми, которые занимаются разными стилями плавания. Кто-то тренируется в бассейне, кто-то плавает на открытой воде, кто-то занимается моржеванием и зимним плаванием. В общем, и изучает какие-то аспекты, как вода влияет на организм человека, зачем мы идем в воду, чем вода манит каждого человека. И вот через призму этих ощущений, через призму этих вопросов, мне кажется, точно это должно быть интересно и полезно каждому фридайверу это все почитать, чтобы убедиться, что нас таких немало и то, что не просто так мы хотим нырнуть под воду. Что-то в этом есть, что-то нас туда, да, как бы тянет и манит. И эта книга примерно об этом. Очень интересно, приобретайте, она есть в книжных магазинах и читайте с удовольствием. И завершает наш обзор книг для фридайвера. Эта книга «Быть дельфином». Наверное, у каждого фридайвера есть такой образ дельфина в голове, особенно при нырянии в моноласте, каждый из нас в какой-то степени чувствует себя дельфином. И, безусловно, каждый фридайвер очень неравнодушен к дельфинам. Очень все хотят с ними понырять в открытом море. И эта книга «Быть дельфином» она точно понравится каждому фридайверу, потому что здесь, помимо какой-то общей информации о дельфинах, есть масса классных иллюстраций, которые показывают красоту и грацию дельфинов. То есть вся книга у нас напечатана на классной глянцевой бумаге, она цветная. И буквально на каждой странице есть изображения дельфинов, которые были сделаны в Черном море и в Красном море. Такие иллюстрации супер просто, смотреть реально от удовольствия. И почитать о дельфинах, в очередной раз почитать о том, какие дельфины умные, дружелюбные, как они не раз спасали людей в различных ситуациях, ну и о многих других вещах. Эта книга, мне кажется, просто такая классная книга, которую очень приятно время от времени пересматривать, перелистывать, смотреть, какие классные дельфины, для того, чтобы снова зарядиться этими эмоциями. И, может быть, собраться, понырять с дельфинами в их среде обитания в открытом море. Вот. Вот такой у нас получился обзор книг о придайвинге. На самом деле этот список может быть неполный, потому что на русский язык переведены не все книги, которые выпускаются в мире. И есть ряд книг, которые доступны только на английском языке. Но мы в этом обзоре решили их не рассматривать. Решили рассматривать только то, что можно почитать, поизучать на русском языке. Вот. И мы надеемся, что, ну, с каждым годом книг о придайвинге будет становиться все больше, будут больше переводить книги, больше издавать. Вот. Ну, а мы с вами будем черпать новую информацию, изучать и применять ее на практике. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Читайте книги, прокачивайте свою теоретическую подготовку для того, чтобы с большей уверенностью и с большим удовольствием нырять в глубину. И до встречи на нырялках. И до встречи на сайте. Субтитры сделал DimaTorzok